ОБИ, 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 ПЕЛИ, ИЗИ, ГУБЫ Велимир Хлебников, автор множества гениальных строчек «Бой, обе, пели губы», «Когда умирают люди, они поют песни», «Русь, ты вся, поцелуй на морозе», «Уколоться, расколоться, так хотела бы вода». Был в жизни, мягко говоря, странным человеком, ну а реально говоря, попросту сумасшедшим и, скорее всего, шизофреником. Истории, связанных с Хлебниковым, можно на целый цикл растянуть. Например, когда ему понравилась одна девушка, он хотел ей признаться в любви, она плавала на лодочке по реке, он к ней поплыл. Начал плавать вокруг лодки, забыл, зачем он плавает. Ну вот, чуть не утонул, плавая. Когда он получил какой-то гонорар первый, не знал, на что его потратить, ему кто-то сказал, что надо деньги тратить на путешествие. Он сел в поезд и проехал по всей России, просто не выходя из поезда нигде. Сел, приехал, вышел, сказал, я был в путешествии. Но самая моя любимая история, это про то, как он был на даче у Анинского, художника прекрасного. И все люди кушают, все веселятся. Веселая же компания, художники, поэты. А Хлебников был не очень веселым человеком, замкнутым, молчаливым. И он сидел там, что-то себе думал про Русь, поцелуй на морозе. И так медленно выпростал руку в бок во время всего этого шума веселья. Взял селедку, очень, которая далеко лежала. И начал тянуть ее к себе, по скатерти. Он ее медленно тянул и начал привлекать внимание людей. Затихли разговоры, все начали смотреть, как он так медленно тянет эту селедку. И она оставляет жирный, значит, такой след. Он дотянул селедку, положил на тарелку. И Анинский спросил у него, Велимир, а почему вы не попросили у кого-то, чтобы вам селедку подали? А Хлебников сказал, нехать было тревожить. Храни вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»!